Мир негативно воспринял очередной армянский спектакль под названием «Выборы», плохо сыгранный на оккупированных азербайджанских территориях. Помимо того, что данный спектакль был организован в столь сложный период для всего мира, и армян, в частности. Сепаратистский режим на оккупированных территориях Азербайджана, создан при помощи оккупационных войск Армении. Создается, на первый взгляд, забавная ситуация, учитывая то, что сама Армения не признает выборов в Карабахе, так как она в целом не признает независимость так называемого НКР. Но это так лишь на первый взгляд. Спектакль с проведением так называемых выборов, на оккупированных армянскими войсками территориях Азербайджана, уже осудили и подвергли критике, такие самые главные международные организации, как Организация объединенных наций, Североатлантический альянс НАТО, Организация исламского сотрудничества, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и многие-многие другие. МИД России, Ирана и Грузии, также выступили с заявлениями, осуждающими проведение так называемых выборов в Карабахе. Армянские СМИ ополчились против этих стран, которые вновь выступили со справедливых позиций, не признающих незаконные мероприятия с избранием президента. В частности, досталось Ирану, который, армянские СМИ и простые люди, продолжают критиковать за его солидарность с Азербайджаном, и признание территориальной целостности Азербайджана. Дело в том, что никакие так называемые выборы, ни президента, ни парламента на оккупированных территориях Азербайджана, до сих пор ни разу не были признаны мировым сообществом. Подобное отношение мирового сообщества к выборам в Карабахе, в очередной раз демонстрирует, что захватнический режим, сформировавшийся в Нагорном Карабахе, является явлением временным, обреченным на уничтожение. Этот спектакль в ближайшее время обязательно сойдет со сцены, когда восторжествует справедливость и оккупированные территории будут возвращены Азербайджаном.